Вот так, оп, и в локоток, верно? И вот эта поза, она вообще очень классная. Мы в Санкт-Петербурге одни, и смотрим. А, вот так, в локоток, вот. А вы сейчас не чувствуете молока в груди? И она так надавила, для фонтанов. Вам нужно разработать свою грудь и просто чаще ее прикладывать, и все. И сейчас позвольте себе стать мамой, вы здесь царь и бог. Привет! Случилось долгожданное. Я запускаю свой курс для специалистов. И чтобы на него попасть, я приглашаю вас на бесплатный вебинар «Причем тут дети? От мамы в декрете до профессии мечты». Он состоится 24 ноября, 18.00. Если ты специалист, и ты хочешь круче прокачать свою методику, если ты мама, которая ищет себя, или вообще женщина, которая все надоела, и она хочет реализовываться в любимом деле, то приходи. Я уверена, что тебе понравится. Я очень давно мечтала создать команду. Команду доктора Юрьевой. И если ты хочешь оказаться в моей команде, приходи на бесплатный вебинар. Не обязательно какое образование. Не обязательно, что у тебя было до. Самое главное, что ты хочешь иметь профессию мечты. Я тебя жду в свою команду. Свайпай по ссылке под этим видео. Тебе анализы крови брали? У нее брали с пяточки. В любом же, наверное, желтый или рубин брали. В анализах, наверное, это должно быть. Вот, кстати, ее выписка. Сказали, посмотрите. Может быть, вам помочь по тем позам, в которых удобно носить? Или вы сами разберетесь? Папе, я и говорю, папе. Да. Типа, там, вот так, например, показать, как можно? Показать. Чего вы так испугались? Вам просто будет так удобнее. Ну, давайте, идите сюда тогда. Как вы ее обычно берете? Или вы в таком положении? Под ручку. Классическая. Давайте. Вот так. Оп. И в локоток, верно? Ну вот. Супер. Отлично. Так, хорошо. Только так носите? Пока да. Пока да. Смотрите, вы можете носить ее вот здесь. Закинуть ее головой на плечо. Вам будет, наверное, удобнее сейчас это сделать на то, ну или не важно, или на то. И головой, получается, положить просто на плечо. Давайте я вам, может, покажу, если вы сами боитесь. Я, да, я боюсь за шею. Да, я поняла. Вы всегда вот так просто два пальца. Просто я не знаю, здесь третья рука. Не, не нужна. Вы сейчас, вам два дня будет достаточно, чтобы вам, у вас у самого она оторсла, третья рука. Вот, смотрите. Допустим, лежит у вас человек так. Привет. Голодная, что ли? Поднимайте эту руку чуть-чуть. Оп, уже здесь голова держится. Видите? Рукой, пальчиками. Всегда помните об этом. Снова пальчики, пальчики, пальчики переложили. Опа. Все, человек сзади смотрит, поворачивает голову, например, в сторону, да? И вы вот так ходите. И у вас не затекают руки, потому что все-таки так неудобно носить. Допустим, надоело вам так носить, хочется, чтобы животик простимулировался. Кстати, вот так тоже можно носить, почему нет? Хочется, чтобы животик, да, простимулировался. Вы берете и перекладываете. Вот они снова, пальцы пошли. Вы потом наловчитесь, то есть это просто нужно не бояться. Перекладываете ее себе на руку. Оп. Между ног пропихнули. На себя, например, навалили. Оба. Все, человек ходит. И вот эта поза, она вообще очень классная. Чем? Во-первых, она максимально безопасна, потому что держите за ногу. Даже если что-то пойдет не так, вы удержите ребенка за ногу. А во-вторых, у ребенка всегда стимулируется поворот головы. В одну сторону и в другую сторону обязательно носите. И не будет установочного крыла шея. И вот так просто она будет ходить. Вот так я ведь даже не носила. Вот, да, вот так. То есть она у вас лежит все равно на руке. Можно либо вот это придерживать рукой, потом вы уже будете супермамой. Вы будете вот так говорить по телефону, вот так носить. И вы тоже так будете. Не, без права, я не могу. Нет, ну, я имею в виду, готовить, окей, не знаю, что-то одевать. Да ладно, не переживай. Чик-чик-чик, давай. Потом можно, например, еще носить вот так. К себе. Немножки вот здесь. А можно сразу сгибать? А кого я сгибаю? Смотрите, мы делаем то же самое, как вы делали массаж. Вы имеете в виду присаживать, правильно? Смотрите, когда присаживать, момент того, нам важно, чтобы вот здесь давление идет. То есть позвоночник во что-то упирается, а вот так никакого напряжения нету нигде, ни в каком. Вообще оно, по сути, в дуге, потому что сейчас позвоночник в дуге, так как ребенок вот так лежал. Нету изгибов, как у взрослых. Ну, соответственно, изгибы появляются тогда, когда ребенок начинает осваивать навык. Держит голову, появляется изгиб шейный. Начинает сидеть, появляется лордоз. Ой, или кифоз. Ну, лордоз, да, все верно. И все вот эти изгибы. Начинает ходить только тогда, когда позвоночник готов, когда есть все изгибы, чтобы была амортизация. А сейчас он абсолютно плоский. И, кстати, не нужна подушка. Не знаю, есть у вас? Нету? Отлично. Ну, маленькая там такая лежит. Все, я поняла. Так, куда отдаем? Вам или в кроватку? Папа. Папа. Папа запробовать. Пучиться. Не бойтесь. Так, волкоток. Вот. Супер. Молодец. Давайте на плечо попробуйте. У меня просто рука короткая. А вы пропускайте. Не-не-не, смотрите, вы ногу пропускайте. Все, видите, сколько много места. Вот. И пальчиками тут придерживайте. Идеально. Ногу только вы туда запихнули. Могу бы оттуда вытащить. Опускайте руку. Руку. Держу. Вот здесь отпускайте. Опусти руку. Да, вот. Вот так. Чуть-чуть повыше. Смотрите, прям на плечо. Вот. И все. И голова уже никуда не денется. И вас, видите, человек обнимает. Видите, как мило. И голова. И потом чуть-чуть голова уже, когда будет держаться, да, вы еще повыше поднимаете. И получается, выходите, и ребенок тоже смотрит. Все. Отлично. Теперь попробуем, например, вот сюда. Сюда, на ручку. Прям в ладошку. Головка. Прям голову в ладошку. Во. Опа. Все. Достаточно. Достаточно? Отлично. Отлично. Нет, уже все хорошо. Прекрасно. Вы, в принципе, справляетесь. Замечательно. Да, здесь просто, да, при ней норовится. Положишь кроватку. Отлично. Вы молодец, Большой. И такая смотрит на папу, ручки сложила. Надо его еще не знать. У меня, в общем, никаких... Ну как не знает, уже все знает. Уже все знает. А бортик, кстати, опускается? А, да, я вижу, что опускается. То есть, по сути, у вас эта кровать может стать пристальной. Может. Без проблем. Ее можно, просто она большая. А вот это нельзя просто пристальная кровать? На ней, по-моему, может, хочется. Она будет не очень спать. Просто в ночь будет не очень спать. Тем более, Алла может ночью там оп и мимо там положить. Не очень будет безопасно. Поэтому на такое не очень. А вы почему не хотите приставлять? Просто потому, что думаете пока, что это не нужно? Мы не говорим, что не хотим. Мы просто еще не думаем. Ну, я просто на опыте сестры. Что у нее уже ребенку 4 года, а она все еще с ними в кровати спит. А, вы этого просто боитесь? Да, я просто не хочу, чтобы потом были проблемы. Вот сейчас в доме она в люлечке отдельно, да, у них была. Но она же спала-спала, все хорошо. Первая неделя-две они вообще супер адаптация. То есть, ребенок, скажем, такой, типа, ну, просто где-то. А потом через 2 недели начинается максимальное присутствие. И там хочется, чтобы все было под рукой. Поэтому, а вы много куда-то ездите? Допустим, бабушкам, сестре, еще куда-то? Да, мы в Санкт-Петербурге одни из мужа. У нас, получается, у мужа мама в Московской области, мои родители в Ростовской области. Вот, и мы здесь вдвоем полностью. Все на нас. Это, конечно, такая громоздкая, да? Ее не очень хочется присылать. Вот бы такую бы... Ну, мы, если что, возьмем люльку... Можно липурина, они тяжелые? Да нет, люльки продаются. Маленькие такие, их можно взять? Просто не задавались такой целью. Ну да, вы просто об этом подумайте. Вот сегодня вы будете спать и будете в любом случае кормить. И подумайте о том, что бы было, если бы она лежала рядом. Потому что вы, по сути, покормили, просто ее выдвинули. Вам не вставать, не садиться, ничего не надо делать. И вы сами спите. Вот так, да. Представляете, кровать, она, конечно, будет немножко высоковата, потому что сама кровать высокая относительно вашей. Но все равно это достаточно удобно. Вы будете ее с ягды брать. В общем, просто, да, подумайте на этот счет. Кормить я вот сейчас думала как. Разрабатывается сок. И когда он будет вот уже от молока отсоса натягиваться, давайте сразу ей грудь пытаться, чтобы она отбрала и сама его разрабатывала уже. Потому что через накладку все-таки тяжеловато идет. Но это неудобно, да. Вот. Мне кажется, это еще одна из причин, почему как бы она могла пропасть. Ну вот прям... А вы сейчас не чувствуете молока в груди? Вообще нет. То есть в воскресенье... А у вас накладки в груди есть? Нет, они их кипяточком обрабатывают. Не-не-не, имеется в виду вкладки. Ну, я подкладываю на всякий случай. Ничего нет. Не знаю. Скорее всего, нет. А, да, мокрое чуть-чуть. Ну вот, а вы говорите, ничего нет. Ну, то есть... Как-то его надо, значит, достать ребенку. Вот. То есть я не знаю, на самом деле. Я бы думала экспериментировать прям. Но еще такой момент получился, что вчера, вот вчера реальный педиатор пришла, надавливает, пусто. Вот вообще, то есть она видит, что нечего. И я, соответственно, просто брала ее и прикладывала каждые там два часа. А чаще почему нет? Кашказали, каждые два там прикладывать. Вот я каждые два и прикладываю. Так редко, она же такая пылочка. Нет, именно чтобы они... Смесь это она кушает. А просто приложить, вот, чтобы она пососала, и чтобы пришло молоко. И я вот как-то там мучилась, мучилась. В общем, сегодня уже перед выпиской ко мне пришла гинеколог. И она так надавила фонтаном. И я говорю, куда... Как у тебя, про что я говорю? Я говорю, куда вы нажали? Говорю, где эта точка? Говорю, почему я нажимаю? Я говорю, они просто очень часто нажимают вот так просто на сосок, как щипком. А надо вот как выдаивать, да, оттуда. Как ребенок, он когда сосет, он как бы как доит. Ну, знаешь, когда или козу, или корову. Ну, нет, я поняла просто. Ну, да. И часто педиатры, они очень грубо себя ведут. Мне ужасно не нравится, как они на соски надавливают. Это просто какой-то... Они вот так вот берут и просто его грудят. Вообще ужас. И я каждый раз... Во-первых, мне становится больно. Мне кажется, он еще больше туда внутрь прячется. Абсолютно верно, да. Это я просто... Почему все это мы с вами обсуждаем? О том, что вы не думайте, что у вас нет молока. Его не может не быть. Любая женщина, которая родила ребенка, с любым диагнозом, который он есть, если там в принципе это несовместимо с грудным скармливанием, она может выкормить грудью. А то, что вам, может быть, педиатр там внушил, а может быть, у вас какая-то неуверенность, что молока не хватает. Его по-любому хватит. Нужно просто... Вообще первое... Вот у нас получается какой сейчас день? Седьмой. Сегодня седьмой. Это вообще нельзя даже говорить о том, что молока нет. Потому что к некоторым оно приходит просто, в принципе, на пятый день. И ты начинаешь его кормить вот не так, как вы говорите, допустим, каждые два часа, чтобы разрабатывать грудь. А вы просто убираете смесь, в принципе, вы и знаете, что она есть. Но вы как бы ее не используете. И вы наоборот прикладываете каждый час ребенка. Зачем вам ее кормить смесью, если вам нужно разработать свою грудь и просто чаще ее прикладывать, и все. Ну вот как вариант, да. Просто я переживаю, что вдруг она в какой-то момент, она же засыпает на груди. И потом она просыпается и просто орет. И я начинаю панить, у меня паника, она хочет есть. Дети могут плакать не только лишь потому, что они голодные. Хотя, конечно, в таком маленьком возрасте это такое тоже может быть. Но здесь мы еще там с вами поговорим о режиме. Хотя сейчас больше наблюдать и просто давать поспать. Но в целом, если вы начнете прикладывать к каждой груди, то есть не 10 минут, 10 минут, а час, одна грудь. Через час прям посмотрите по часам, вторая грудь. Если, допустим, спит, можно не трогать. Если проснулась, то можно дать, допустим, грудь. А можно давать грудь тогда, когда спит. Потому что сосательный рефлекс, он на то и нужен, он все равно будет. То есть она будет спать и сосать все равно. То есть это не обязательно, чтобы она была с открытыми глазами там и была пробуждена. Главное, чтобы сосок сформировался. И вот по поводу соска. Вы берете молокоотсос, хотите, можем сейчас попробовать, хотите потом. И вы начнете им делать несколько движений, вы прям увидите, как сосок прям уедет в молокоотсос. И он сформируется реально. Он будет просто вот такая длинная змея, а не сосок, да. И он потом, соответственно, просто расправляется. И после того, как вы сделали там, допустим, я думаю, 5-6 нажатий, сформируется сосок, и вы прикладываете ее. Я поэтому и купила вот такой, ну, у них, ручной, чтобы вот подкачать по себе. Да, и чем чаще вы будете кормить, тем больше будет формироваться сосок. И вам потом не придется просто пользоваться молокоотсосом, в принципе. Он уже сформируется сам. И все. И будет гораздо проще. А так, а сейчас вот, например, вечером или на ночь мне смесь получается тоже ей не давать? Ну, а все зависит от того, как вы ее покормите. То есть если у вас получится ее покормить, хотя бы она будет на груди. И не так, что она там вообще не может ее даже всосать. То, конечно, тогда нужно будет использовать смесь. А если она все-таки возьмет в грудь сосок, в рот и будет сосать действительно молоко, то не нужно смесь, конечно. Вы, когда она проснется, дайте ей другую грудь. Потом еще раз другую грудь. То есть разработать, дайте возможность себе позволить быть вот этой вот фермой для ребенка, вот этой мамой, этими кисельными берегами. Позвольте себе это. Потому что очень часто в роддоме такая атмосфера, типа, смесь, кормите, разрабатывать вот это все. И ты в голове думаешь, что за маза фака, что происходит. Ребенок должен быть. Вот, а вы позвольте вот расслабиться. Насладите, как вы в отпуск проезжаете, и вот вы позволяете себе отдохнуть. Вот позволяете. Вот ни хрена вас не интересует вообще, что происходит. Кто звонит, кто пишет. Я на лежаке, кайф. Например. Или там куда-то поехали. Или в ресторан. Скажите, насладитесь этим. И сейчас позвольте себе стать мамой. То есть вот эти все, как бы, ситуации, которые возникают вокруг, конечно, врачи их как-то комментируют. То, что вот нужно это, нужно то, нужно сё, нужно то. Но нужно просто в одном моменте понять, что вы мама. И вы здесь главное. Ну, то есть в ваших руках всё. И грудное скармливание, и сон, и там приставная кроватка, неприставная. Вы здесь царь и бог. Я царь. Мама. Мама.